Семейно-бытовом насилии и политической близорукости По мнению экспертов, документ недоработан, авторы проекта считают, что его неправильно разъясняют, не принимая во внимание недавно сделанные поправки Что, по вашему мнению, вызвало такую бурную реакцию в обществе, которая буквально разделила общество на два лагеря, за и против? Ведь на самом деле каждый адекватный человек против семейно-бытового насилия и против насилия в любой форме Я тоже хочу оговориться сразу, чтобы не было никаких вопросов Я противник насилия, и я считаю, что его должно быть как можно меньше в наших отношениях И должны быть созданы все условия для того, чтобы его минимизировать Но плодить сущие без надобности, это уже стало какой-то традицией в Казахстане У нас огромное количество статей Уголовного кодекса, предположим, регулируют одну и ту же норму И это не мешает ее нарушать То же самое появление закона о бытовом насилии Это, возможно, необходимая вещь Но все должно было быть бы поэтапно Вчера вот Рахим Ашакбаев был у президента И вчера, я имею в виду, когда мы пишем с вами Был у президента в канун СОДА, собрания И представил ему петицию, которая была подписана юристами В которой говорится очень простая вещь И о чем, например, я тоже говорил с самого начала Достаточно вернуть в Уголовный кодекс две статьи 108-109, где идет речь о легких телесных повреждениях О семейном насилии И сама по себе необходимость в этом законе такая срочная Она бы не появилась Ведь мы сначала либерализовали законодательство достаточно сильно В каких-то его частях, в каких-то наоборот Мы его куда-то унесли вдаль Это так, что теперь не знаем, что с этим делать А где-то вот либерализовали И вспышка насилия семейно-бытового Она как раз на фоне вот этой либерализации произошла Хотя, по идее, она была и не нужна 15-суточники, в этом не было ничего страшного Любой дебошир домашний мог попасть на 15 суток И все было бы, может быть, и совсем по-другому сейчас Давайте в историю немножко вернемся В 2009 году, в декабре, мы помним, был принят закон о профилактике бытового насилия И, собственно, все нормы, необходимые для профилактики бытового насилия, там были Чем этот закон, по вашему мнению, не устраивал? Международные общественные организации и неправительственные организации здесь, в Казахстане? Ну, насколько я понимаю, в суть истории появления вот этого закона нового Это внесенное из-за рубежа Это некие наши обязательства Республики Казахстан Перед нашими европейскими, если не ошибаюсь, партнерами Один из наших министров, профильных И, по-моему, госсекретарь была за границей И им поставили на вид, что до сих пор вы не приняли Вот этого международного, некого, так скажем, уравновешенного закона Который попадал бы под нормы и, так скажем, представление о том Как должен выглядеть закон именно европейских наших партнеров Его, естественно, быстренько приехали Быстренько там перевели Я уже не помню ни то с английского, ни то с какого-то еще закона И начали его, так скажем, внедрять Без учета очень многих обстоятельств Самое главное обстоятельство здесь не наша ментальность О которой так много говорят противники А проблема казахстанцев, в Казахстане законов в том Что любое ужесточение сталкивается с абсолютной некомпетентностью В плане следствия органов МВД И я думаю, что это ни для кого не секрет Это заточенностью прокуратуры очень часто Именно не на соблюдение законности, а на обвинительный уклон И суды, которые оказываются после Особенно в рамках резонансных дел Или там, исходя из того, что они эти дела могут стать резонансными Тоже принимают обвинительную сторону А с учетом того, что у нас, если Оправдательный, Марат Шибутов, по-моему, замечательную сделал Подборку, что оправдательных приговоров в принципе Практически нет И нет их не потому, что Полицейские настолько совершенно знают свое дело вместе с прокурами А потому, что если судья выносит оправдательный приговор Нужно кого-то привлечь к ответственности И тут срабатывает та самая потенциально круговая порука Не дадут выйти из... Если человек получил обвинение, его дело дошло до суда Шансы выскочить почти нулевые Если вы описываете явление, то попробуйте, пожалуйста, и объяснить Почему так происходит? Это особенности законодательства Мы приняли, значит, вот такие поправки И в процессуальный, и в уголовный кодекс Это вот все следствие вот этой вот гонки Непонятной гонки изменения законов В ущерб здравому смыслу Иногда мы говорим об изменении законов Под давлением общественности В частности, закон о насилии в отношении женщин Я веду там изнасилование, изнасилование несовершеннолетних Изнасилование там групповые и так далее Вы посмотрите, вот когда это все начиналось У нас был, и у меня в том числе был огромный публичный спор По этому поводу Я говорю, что в нашей системе важно не ужесточить законодательство А важно просто заставить органы правопорядка исследовать эти дела Ну, то есть заниматься прямым своим обязанностям Любое ужесточение приведет к катастрофическому перекосу А плюс к этому оно еще и приведет к мошенничеству Связанным особенно в делах с насилием с женщинами В США, по-моему, я давал по этому поводу статистику До 30% правонарушений в этой области Относят к мошенническим Есть даже список женщин, которым свойственно обвинять мужчин В харассменте, и которые на этом зарабатывают И мы же пришли туда же Вот сейчас мы находимся в той самой ситуации Когда очень часто по навету И это огромное количество приговоров выносится Без фактически, кроме показания Даже не свидетелей, кроме показания потерпевших Особенно взрослых, когда мы говорим не про детей, а взрослых Ничего нет Да и в показаниях детей, как оказывается Вот уже два случая на моей памяти Только в Актюбинской области Я не так плотно, я, к сожалению, не погружен в тему настолько сильно Чтобы делать выводы по всей стране Но вот два случая в Актюбинской Есть еще случаи Это по детям Когда людям дают катастрофические по размерам сроки 20 лет А там 12 лет За то, что они ничего не делали Это такой самый страшный сон Стивена Кинга Вот прям побег из Шелушенку В бесконечной прогрессии Это то, что мы сейчас наблюдаем И поэтому я был всегда против Не за насилие, как пытались там многие написать Я против поспешных мер в изменении именно законодательства Есть простые решения Еще раз повторюсь, Рахим сделал просто замечательную вещь Предложил президенту элементарно вернуться к принципу 108-109 статьи И это подписали все юристы И все согласились, что критический градус домашнего насилия Очень быстро собьют эти изменения Когда мы уже говорим о тяжелых случаях Там же совсем другие статьи Уголовного кодекса И для этого не нужен додельный закон Хотелось бы процитировать Что могло послужить поводом для судебного разбирательства Это было изложено в первоначальном варианте закона Заявление физических и юридических лиц Которым стало известно о семейно-бытовом насилии Или реальной угрозе его совершения То есть предположение 37-й год то бишь Предположение Или публикации в средствах массовой информации Информация в интернет и ресурсах в социальных сетях Посмотрите, что сейчас творится в социальных сетях В сетях сейчас творится полная вакханалия И для понимания того, что происходит Нужно почитать манифест Константина Богомолова Знаменитого российского режиссера Которая очень точно описывает Что мы присутствуем при появлении нового рейха Не просто какой-то событийного ряда А именно новой формации Где люди никакой ответственности не несущие Не разбирающиеся Не погружающиеся ни во что Могут взять и напасть на тебя в сети И просто для того, чтобы чувствовать себя Получить вот это вот ощущение стадного удовлетворения Что ты в группе людей, которые вот за что-то борются Это ужасно Более того, вот эта история Я, честно сказать, подробности вот сейчас только начинаю изучать На остановке, когда женщина с автобуса Увидела якобы лежащего на коленях у своего отца мальчика И ей причудилось Что он совершает с ним на этой остановке развратные действия Мы не вправе давать оценок Но слово причудилось Это может, мы так дойдем до совершеннейшего Но геноцида мужского Мы уже сфиксируем, что благодаря общественным организациям Работающим против насилия Термин мускулинная токсичность Он уже вошел в нашу жизнь Это ужасно Мужчиной стало быть опасно Особенно, если ты Каким-то образом Условно известный мужчина Вот знаменитые дела там Про Ван Штейна Это же вот история про успешного человека Которого просто уничтожили Или про Кевина Спейси То есть может быть что-то там и было Но по обоюдному согласию Но этого уже как раз обоюдного согласия Уже как оказывается недостаточно И можно потом передумать И все это делается благодаря вот этой вот массе Безликой, безответственной Неспособной трезво оценивать интернет-пользователей Которые мимоходом Выносят приговоры По сложнейшим делам Не изучая ничего Вообще ничего Давайте обратимся к классике В толпе нет сомнений Любое подозрение всегда выдается За очевидную реальность Мы так живем теперь И вспомним Гюстава Лебона Психология народов и масс Все это было описано А с учетом того, что у нас весьма инфантильное население Высокий уровень коррупции Который мы наблюдаем И огромной степень недоверия государству На этом фоне Что бы вы не сказали против государства Будет поддержано на ура То есть если вы говорите за что-то Вас попытаются там Либо выступить в делок Либо пытаются уничтожить Но если вы говорите против государства Даже если оно 100% право Вас могут просто распять В сети социальной И это будет буллинг Это будут бесконечные проклятия Ваши стороны Ищем откуда все-таки Растут ноги У закона У семейно-бытового насилия Говорилось о том Что разработчиками этого закона Являются наши депутаты Но непонятно Как же тогда была организована Такая мощная информационная поддержка Продвижение От неправительственных организаций Ну начнем с того Что некоторые неправительные организации Пользуются протекторатом Некоторых депутатов Ну чтобы избежать Условно прямых обвинений Факты их сотрудничества Публичные Они есть Особенно те кто активно топил За поддержку этого закона Не против него Против него же оно потом появилось Это вот целое движение Когда начали вот эти сомнительные нормы Показалось Мы подумали Вот это вот мы можем Если нам показалось Мы можем забрать ребенка Вот эти все истории Они были в этом проекте И вот эти вот Так скажем Эзотерические сомнения Которые могут возникнуть На ровном месте И через наш народ В отличии Кстати об этом Богомолов Прекрасно пишет Наш народ Прошел В 37 году это все Вот эти сомнения Вот эти обвинения Вот это все уже было Вот эти доносы Это все было У нас есть внутренний протест Против вот такой системы Европейской Которая сейчас Культивируется в США В Европе Ну в старом свете Именно доносов Где все друг на друга пишут У нас есть внутренний протест Кто-то называет его криминальным Кто-то еще как-то Но мы боимся этого Потому что мы знаем Сколько доносов было написано Ради достижения Каких-то совершенно И мастер Маргарита Знаменитая история Значит Булгакова О том как Ради комнатки в подвале Человека просто Изничтожили И вот нам предлагают Сейчас то же самое Общественные организации Очень хорошо структурированы Уже в Казахстане Есть разного течения К сожалению Мы как-то даже не заметили Мы все гнались за оппозицией Которая гонялась Наше государство За оппозиция Которая должна была Канализировать Вот эти вот настроения Создать некую политическую структуру Которая бы объединяла Показывала бы проблемы Государство И государство могло бы Это все решать Мы это все уничтожили К сожалению И получили Разрозненный Гражданский сектор Который Не может Может объединиться Только против кого-то Понимаете Они не заобъединяются Они объединяются против Вот если мы против Мы всем наваляли Или там Мы за Потому что Вот мы против чего-то Ну там Вместо насилия Против закон Просилия Там танцари И ее группа Вот эти все люди Они мы за Потому что мы против насилия Вот Потому что мы все Что-то против чего-то Мы хотим Уничтожить Вот Даже У насильника Вот если даже Его подозревают Мы все равно Его должны уничтожить Потому что Мы вот тоже были Когда-то там Изнасилованы Мы вот Хотим вместе Вот всем Вот это Такое вот Ощущение У меня Истоки Они вот здесь В неспособности Гражданского Общества Адекватно Оценивать Действия государства А с другой стороны Неспособность Государства Создавать законы Пытаться быть Последовательным Создавать Институты Которые бы Позволяли Гражданскому Обществу И обществу В целом Подстраиваться Под измененную Реальность Мы хотим Сказать Что насилия Раньше не было Что ли Слушайте Но Маньяки Были всегда Изнасилования Были всегда Все это было Это ниоткуда Не появилось Вот так В одночасти Просто Появилось Такое В основе Там Насилия Против женщин Лежит феминизм Вот такой Агрессивный Институциональный Феминизм Который Сейчас Навязывается У вас Я знаю Здесь уже У Евгении Были гости Феминистки Которые К сожалению Путают Некоторые Философские Понятия Но в целом Они считают Себя Феминистками Ну Кто-то Считает Кто-то Присчитает Это относится К Скажем Продвижению ЛГБТ Ценностей Которые Например Нашему Обществу Чужды Ну вот У нас Традиционное Общество В Казахстане И ЛГБТ Ценности Будут Чужды Всегда Ну Хотя В ближайшие 200 лет Он будет Спокойно Относиться Будет Навязывать Толерантность Но он Будет Против Он Он Захочет Чтобы Его Сын Был Геем Или Дочь Лесбиянка Или Тем более Трансгендер Но Тем не менее Мы Видим Что Все-таки Запад Пытается Нам Периодически Навязать Чтобы ваш Ребенок Имел право На вас Настучать Что там Ценности Это Какие Главные Ну То есть Наказание Недопустимо А Друг Как И при этом Оно же Не дает Эффективных Эффективной Системы Взаимодействия Между Взрослым И ребенком Например В семье Кроме У нас Традиционно Был ремень Условно Говоря В наше Детстве Сейчас Говорят Нет Нельзя Мы Детей Не Бьем Особенно Это Хорошо Получается У тех У кого Там Целый Полк Служанок И Огромные Квартиры А Те У кого Однокомнатная Квартира И пять Детей Конечно Намного Сложнее В этом Смысле Успокаивать Своих Чат Но Ребенок Согласно Всяким Европейским Нормам Может Пойти Пожаловаться На то Что Его Ограничивают В определенных Свободах При этом Закон Не регламентирует Возможность Родителя Хоть Как-то Как Он Вот это Взаимоотношение Между ребенком Которого Очень много Свобод И родителем Который должен За него За все Платить И отвечать И нести Уголовную Ответственность И все У него Нет Обратного Рычага Вот же В чем Вся проблема С чего Взбеленились Традиционалисты Они говорят Слушайте Мы за все Отвечаем Мы за все Платим А наш ребенок Идет И как Павлик Морозов На нас Пишет А у нас Ничего Не остается Мы как Воспитывать Были Кроме Этого В законе Раскрываются Понятия Психологического И экономического Насилия Это вообще Ужасная история Потому что Никто не может Понять Что это Такое А экономическое Насилие Было написано Раньше Еще В том Законе 2009 Года Никто не может Понять Что это Такое Это наверное Очень опасно Потому что Понятия Размытые А когда Понятия Размытые Что угодно Можно подвести Я вот Не купил Ребенку Условно Плейстейшн Это можно Признать Экономическим Насилием Я вам серьезно Говорю Это не шутки Реально Не купить Ребенку Плейстейшн Это его Это не развлечение Это типа Или там Телефон Телефон Является сейчас Неотъемлемой Частью Жизнедеятельности Человека Правильно Соответственно Это его Необходимость Иметь Собственные Контакты Если я Родитель Ограничиваю Его право И не покупая Ему Хороший телефон Я совершаю Над ним Экономическое Или психологическое Насилие Еще одна цитата Андрей Кормухин Лидер и создатель Движения 40-40 Российский эксперт Пишет Ширма Домашнего Насилия Скрывает попытку Ввести гендерное равноправие Которое не сводится К равноправию Двух полов Мужчин и женщин А стремится Легализовать Не обязательно Совпадающий С биологическим полом Гендер Или социальный пол Основанный На самоощущении Таковых Уже насчитывается До 58 И тоже Все эти понятия Были сделаны Попытки Были И не раз И будут продолжаться Европа Навязывает нам Новую Вот эту Моральную Моральную Рейх О котором пишет Богомолов Они нам Навязывают Вот эти Новые Правила Как навязывает 22 апреля 2020 года Комитет Министров Совета Европы Принял решение Пригласить Казахстан И Тунис В качестве Первого Государства Не являющихся Членами Совета Европы Присоединиться К Стамбульской Конвенции Стамбульская Конвенция Все мы Помним Что это Такое Это Конвенция О Предотвращении Насилия И о Борьбе с Насилием В отношении Женщин И Самое Интересное Что Исходит Она Из Центра Второго Рейха Люди Которые Сожгли В печах 20 миллионов Человек Нам сейчас Рассказывают О том Как нам Справляться С семейным Насилием Они еще Если честно Сказать Грехи Не отработали За 41 Я в этом Смысле Не шучу За 30 И 40 Годы Грехи Еще не отработали Они нам Указывают Какие свободы Нам Использовать Я не Традиционалист Я считаю Что дети Имеют Право На свободу Я Я считаю Что и у родителей Тоже тогда Должны быть Права По отношению Как воспитывать Ребенка Ведь у нас Однобоко Принимать Права и обязанности Конечно У нас ведь Получается Что говорят Европейцы Вот ребенок В праве Выбирать себе Там Пу Ну возможно Да Мы говорим Тогда должна быть Раньше это требовалось Психиатрическое Заключение А сейчас Насколько я помню Правила Психиатрического Это же Вынесли Из психиатрических Расстройств Вот Именно Эти Половые Если я не ошибаюсь По моему Про них Говорилось Что Это как болезнь Ее вынесли И это уже Становится Некой нормой Гомосексуализм И лесбиянство Вынесли Из списка Психиатрических Расстройств И соответственно Это стало Новой Нормой Еще раз говорю Общества Разные Европа Путем Геноцида По отношению К самого Себе В течение Трех Последних Столетий Выжигая От Наполеона До Я не знаю До вот этих всех бесконечных войн Включая Великую Вторую Мировую войну Она Она Приобрела Вот эту Попытку Насиль Быть Нетолерантным К насилию В любом Его проявлении Неважно в каком Они вот настолько Боятся слова Насилие Что они Любое насилие Пытаются исключить Но так не бывает В первую очередь Человек себя насилует Исходя из Соблюдения Законодательства Получается Что Принимая Подобный закон Меня тоже насилуют Тем не менее Казахстан Пытается набрать Баллы На международном уровне Государство Которое Ратифицирует Стамбульскую конвенцию Мы помним Должны Криминализовать Такие Преступления Как Физическое насилие Сексуальное насилие И в том числе Психологическое насилие Вот мы уже находим Откуда Это все взято Почему По вашему мнению Для Казахстана Неприемлемо Списывание Законов Западных образцов Ну потому что Это католические Западные демократии Потому что Там есть протестантизм Потому что Они пришли к этому Совершенно другим путем Еще раз говорю Они уничтожили Там пол Европы Своей стоптали Чтобы прийти К этому Ко всему У нас здесь Всегда было достаточно Свободное Даже там В советские времена Дискатанина Что Было достаточно свободно С точки зрения Соблюдения традиций В любом случае Традиционализм Остался И нам пытаются Сказать Ребята Вот вы Только что У вас еще Килинки есть Там у вас Вы еще Девочек своих Вы даете По договоренности Замуж А вам уже Вот сюда В Европу Там где 58 полов Традиционализм Остался Но и насилие Осталось Насилие в семье Насилие в семье Допустим Вот Дикий Совершенно дикий Обычай Воровать невесту Ведь это же Почему дикий Уголовное преступление Согласен В котором участвует Не один человек А если по согласию Состоявшийся Или не состоявшийся А еще и Родственники Которые Организуют все Это я говорю О похищении Невесты Не по согласию Хорошо Но при этом Религия Которая исповедуется В стране Позволяет это делать Если религия Бо это не позволяла И осуждала То есть Мы все время Не с той стороны Подходим Нам нужно Истоки проблемы Искать А не пытаться И решить Кувалдой по голове Мы уже нарешались Кувалдой по голове Я же говорю У нас У нас уже Несколько человек Сидят в тюрьмах Или убиты Умер Закончили жизнь Самоубийством По обвинениям Связанным с насилием Но при этом Связаны Обвинены так Что Причиной этому Стало общественное давление А не их реальные преступления И ужесточение законодательства Которое мы Постоянно Куда-то Чего мы хотим Его ужесточить Зачем Нам надо Исполнять законодательное У нас достаточно Хорошие Законы Чтобы Если их Исполнять Можно было бы Преодолеть 90% Всех проблем Еще раз говорю 90% Проблем Не нуждаются В принятии Этих законов А то и 95% Вот эти 5% Это всегда Вопрос Конечно Спор Чрезмерное Носилие Там вот такие вещи Но 95% Проблем Вообще Не нуждаются В этом Зачем Мы создаем Вот эту Всю махину Ради того Чтобы рассматривать Совершенно небольшие Чаще всего Уже описанные В криминальных Законах Которые Гулируют Криминальную жизнь Уже Даже все есть Мы хотим Создать Условия Наверное Потому что Эти законы Не работают Но это Не вопрос Это же не вопрос Не к законам Вопрос Не к законам Вопрос Тому Кто их Исполняет И сколько бы Мы не орали Вот смотрите Давайте вернемся Условно К насилию Вот история Про акту Б Какое огромное Давление Было оказано На следствие Благодаря Общественным Организациям Борящимся С насилием Парню дали 20 Я поговорю Про историю Про пачерицу Которую Которая написала На своего отчима Значит Заявление Об изнасиловании И впоследствии Отказалась Впоследствии Не просто отказалась Была психологическая Экспертиза Которая говорила Нет Была Экспертиза Что она девственница Были показания Свидетелей Было все Она президенту Писала даже Ничего не помогло Человек Она убила Своего собственного Отчима И отца Своей младшей сестры И только Благодаря тому Что суды Боятся Выносить Предательные приговоры Вторая история Я как Вот как пример Зачем Смотрите История С вожатым В лагере В пионер лагере Которого мальчики Обвинили в том Что он к ним Приставал Он их С дискотеки Выгнал Они на него Написали Вот эту ложную Доносу Денис Но есть же И другая сторона Семейно-бытовое насилие Есть Женщины избивают Детей избивают Но если попадает Вот смотрите Один Если из 100 случаев Хотя бы один Вот в результате всего Привел К обвинению невиновного Надо что-то с этим делать Вы поймите Невиновный Осужденный Невиновный Это страшно Для государства Это преступление Фактически Мы благодаря Общественным Организациям Неспособностью Следствия Прокурорам Судям Мы уничтожили Человека Мы заставили Его покончить Жизнь самоубийством Хорошо Давайте обрисуем Картину в целом Что мы имеем Запад пытается Все-таки Нам насадить Какие-то Чуждые Для нашего Общества Ценности Которые В итоге Могут привести К разрушению Наших традиционных Ценностей Семейных ценностей Это раз Неправительственные Организации По Вашим Заявлением Я Смотрела Вашу страничку На фейсбуке Вы проводите Их деятельность Аналогию Их деятельности С экстремистской Деятельностью Абсолютно То есть Есть какие-то Признаки Которые Также Могут привести К разрушению Гражданского Общества И государственности В целом Конечно У нас Есть Целый Ряд Законопроектов И Уже принятых Законов Которые Наверное Имеют Один Все-таки Вектор Я говорю О кодексе О здоровье Народа Я говорю О законе О правах Ребенка И О семейно-бытовом Насилии Все эти Законы Опять же Ломают Наши Представления Наши ценности Да Наши ценности Здесь Идет Речь И о Сексуальном Развитии Ребенка И О Вмешательстве В Частную жизнь В семье В жизнь Семьи Да Я говорю О лечении Каких-то Психических Заболеваний Детей Без согласия Родителей Ну то есть Это да Это вторжение Это вмешательство И теперь вот Закон о семейно-бытовом Насилии Который Да Действительно Он был Отложен Во времени Но скорее всего Вернется Рано или поздно Я его приму Что происходит И что делать Мы слишком много Набрали обязательств Перед Европой Мы постоянно Хотим Казаться лучше Чем мы есть Мы не описав Реальность Пытаемся Наводить порядок Метлой Не замечая Что мы сметаем Вообще Все вокруг И при этом Мы потворствуем Не потворствуем Правильно будет сказать Мы Как бы Поощряем Развитие Религиозности То есть Это откат К ахаичным Нормам И требованиям Общества При этом С другой стороны Мы хотим Изойти в Европу В которой Отвергла Всю религиозность И все Что они делают У них новый Там Вот этот Ненасилие И права человека Некие условные Права человека Во всех Их там Проявлениях То есть мы как-то Вот нас Разорвет сейчас Мы находимся На двух Противоположных Полюсах Религиозность И права человека Это вот просто И вот-вот Мы сталкиваемся С последствиями этого Нам нужно В первую очередь Осознать свой путь Где мы в этом Вот Россия Как бы ее не критиковали За вот эти Конституционные Проправки Летние Она составила Приоритеты Она сказала Что внутреннее Законодательство Внутренние потребности Выше Международных Права У нас наоборот Международные обязательства Выше Условно Внутреннего Возможно Нам нужно для того Чтобы Войти в Европу И стать европейцами Мы не станем К счастью Или к сожалению Европейцами Никогда А что тогда нам дают Эти рейтинги В которых мы так упорно Пытаемся Продвинуться Красивые Мы же Это же как бусики Мы постоянно Вот хотим на себя Вот эти бусики Повешать Вот такие Вот мы Вот это как В Африке Людоеды Одевают Знаменитая история Про одного из президентов Африканских Который там якобы Съел Всех своих Врагов Вот примерно Та же самая история То есть мы Очень любим Бывать в Европе Нам нравится Вена Вот этот весь уклад Но сами мы не такие И для того Чтобы мы стали такими Нам нужно Очень много времени И правильно Понимание Того что происходит Слушайте Вот сейчас в рамках Вот про детей В рамках вот этого Закона Вводится понятие Буллинга О котором говорит Президент Казахстан Он прям требует Ведрения Ребят Давайте остановимся Не может быть Отдельно детского буллинга Или детского буллинга Направлено против детей Надо институционально Разобраться Вообще Что это такое С чем это едят Как определить буллинг От просто эмоциональности А иначе мы придем К тому Что Мы начнем За буллинг Давайте За какие-то вещи Еще будем Садить людей В тюрьму У нас будет Тюремное государство И все То есть У нас и так Уже пытаются Посадить людей За пост в фейсбуке Постоянно Это уже даже Не определяющаяся история А если мы добавим Туда буллинг С непониманием Судей Например Разница между Аккаунтом И постом А я сталкивался С этим То есть Судья Принципиально Не видит разницы Между словом Аккаунт И пост Понимаете Мы с вами Насудим Мы с вами Реально Создадим Прецеденты И будут Людей Садить За че-то Еще раз Мы ограничены Времени И все-таки Я постараюсь Задать еще один вопрос И тем не менее Что же делать Задать с насилием Считаете ли вы Что для того Чтобы бороться С этим Явлением Которое Только Не знаю Может быть Нам кажется Что его стало больше Потому что Они стали писать Информации Информации Да Действительно Дали Давать больше Об этом Информации Но Не должно ли Государство Нести ответственность За то Что происходит В стране Сейчас Ведь Все начинается С воспитания С детского сада Воспитания в школе Не государство Воспитывает детей Все Должно Основываться На какой-то Государственной Идеологии Развитии Исплочения Общества Насилие Давайте начнем С самого важного В конце Насилие Есть везде В США Количество Преступлений Против личности Невероятное Я бы очень Очень говорю Оно огромное Но там есть Система правосудия И точно такие же Проблемы Как у нас сейчас Где-то нельзя войти Где-то вот этот Закон Нужно принимать Вопрос Государство Не должно Никого воспитывать Воспитывает семья Уважение к женщине К детям Воспитывает Только семья И только Есть только Один путь Правильный Вот в эту Вот То чтобы Правильный путь Противлению Насилия Он один Нам нужно Улучшать жизнь Людей В первую очередь Ни один закон Не создаст вам Условия В семье Чтобы В одной комнате Не жило Десять человек Ни один закон И не создала Условия Когда мужчина Просто сходит с ума И начинает Вот на этом фоне Быть насильником Ни один закон Если общество Обеспеченное Не заставит человека Не совершать насилия По отношению Если только он Не болен А вот это кстати Мы тоже пропускаем Что человек Который Допускает насилие К ребенку Может быть болен Еще У него может быть Психическое отклонение Мы это вообще Перестали рассматривать Как причину И вот здесь Весь кроется Только Обеспеченное Богатое Традиционалистское Общество Способно Противостоять насилие А у нас только Традиции Пока нет денег Спасибо вам За интервью Спасибо что позвали Но я хотел бы Все таки К конце Добавить Вот что Политическая Близорукость О которой Вы говорили В самом начале Она действительно Есть Нужно видеть Опасность И угрозу Не только В самом насилии Но и в борьбе Общественных Организаций С этим насилием Потому что В основе борьбы Лежит Самое важное Это попытка Показать Государство Не дееспособным То есть Каждый раз Когда нам показывают Избитую женщину Нам показывают Государство Неспособное Якобы Защитить Своего гражданина И это Сильно влияет На психологическую Обстановку В стране И власть должна Очень сильно Озаботиться Не просто тем Что Я не говорю Потому что Общественников Не должно быть Но общественники Должны действовать Все-таки В рамках Действующего Законодательства И не выступать В роли прокуроров Как они это делают Сегодня